Итак, ребят, привет! На связи снова Александр и сегодня я поговорю о том, как правильно нанимать людей к себе в команду и стоит ли делать услугу самостоятельно или сразу переходить в поиску сотрудников. Лично я провел порядка тысячи процедур отбеливания зубов, у меня достаточно большой опыт, через меня прошло много клиентов и скажу вам честно, если бы я не сделал так много процедур, я бы никогда не стал экспертом в этой области. Поэтому я рекомендую первое время всегда делать процедуры своим клиентам самостоятельно. Если вы увлекаетесь этой темой, вам она интересна, потратьте часть своего времени на то, чтобы стать экспертом и мастером. Достаточно сделать даже 10-20 процедур, чтобы понять саму методику и получить ответы на самый часто задаваемые вопросы от клиентов. Потому что люди все приходят целым одинаково, у них одинаковые возражения, одинаковые боли, страхи и вам, как мастеру, нужно соответственно помочь человеку расслабиться, получить хорошие эмоции и отличный результат отбеливания зубов. Поэтому я рекомендую все же первое время работать самостоятельно. Если вы рассматриваете отбеливание зубов как дополнительный доход и первоначально выстраиваете отношения как предприниматель, то сегодня я вам расскажу небольшой методологии по поиску персонала в студии. Мы дадим также примеры, чек-листы и в следующем видео вы получите практически советы от нашего партнера в Астрахани и Самаре. Ее зовут Антонина, она работает на два города и была вынуждена нанимать себе сотрудников удаленно. И она как раз расскажет в этом видео, как она это делала. Я же вам расскажу небольшой методологии, которую стоит применять для поиска персонала. Ну, первоначально нужно искать кандидатов на разных площадках. Самая лучшая площадка – это ваш личный профиль в Инстаграм. Серьезно, да, то есть лучше всего найти людей по рекомендациям, которые знаете вы лично, либо знаете через знакомых. Скорее всего, вы будете достаточно лояльны к этому человеку, и он вам ответит взаимностью. Поэтому я рекомендую первое, самое первое, что стоит сделать – это просто рассказать в своем сторис, либо в своих социальных сетях о том, что я ищу у человека свой проект. Если, соответственно, никто не откликается, используйте Авито, городские порталы, группы студентов различных, это может быть медицинские институты, чаще всего там люди занимаются красотой, им это интересно, кто занимается косметологией, эти группы, Telegram-группы, Headhunter на крайний случай и Superjob. Да, то есть эти два последних варианта, они платные. После того, как вы разместите вакансию, вам нужно оценить кандидата. Да, то есть первое, самое первое, что я делаю, я просто распечатываю резюме людей, которые откликнулись, беру маркер и начинаю зеленым подчеркивать то, что подходит, да, соответственно, красным, то, что не подходит, либо не дает никаких преимуществ именно в нашем случае. Я уже тем самым оцениваю после прочтения резюме, когда их получается много, какой кандидат более-менее подходит и делаю первый фильтр, то есть первую воронку я снимаю на уровне резюме. После того, как я уже нашел кандидатов, я хочу немножко проверить информацию. Я могу позвонить, соответственно, прошлому работодателю, я могу просто человека пригласить на интервью и с ним пообщаться. В целом, если вы правильно подготовите список вопросов, вам будет достаточно пообщаться 3-5 минут, чтобы понять, подходит вам человек или нет. Этот список вопросов и методологию я вам прикреплю к этому видео, вы сможете уже ориентироваться и знать, какие вопросы стоит задать человеку. Также я рекомендую использовать для окончательного принятия решения тесты. Тесты есть бесплатные, я с вами поделюсь сегодня отличным сервисом. Этот тест, он не на высокие профессиональные качества. Вам нужно прекрасно понимать, что вам не нужен суперопытный мастер, человек, который там 15 лет проработал. Вам в целом достаточно взять человека, который будет обладать другими характеристиками, нежели опыт работы, либо высокой квалификацией. Потому что сама процедура отбельных зубов достаточно простая, но такие человеческие характеристики, как отзывчивость, внимательность, лояльность, умение общаться с клиентом, они очень нужны. То есть без них ваш человек в студии просто не окажет услуги высокого качества. Поэтому я предлагаю для теста сервис hrscamer.ru. Там есть бесплатная версия, по-моему, 5 тестов. Этого вполне достаточно, чтобы оценить кандидатов. И если у вас, например, есть уже 3-4 кандидатов, которые вы уже выбираете, просто скиньте им ссылку на тест. Этот тест вам поможет именно оценить личностные характеристики этого человека. То есть он настроен именно на правильный подход и на то, чтобы вы брали человека в команду, с которым вы сможете работать годы. То есть этот тест, он поможет определить внимательность человека, его самонаблюдение, позитивность, активность, настойчивость, объективность, чуткость. То есть именно человеческие характеристики, без которых вам будет тяжело с ним взаимодействовать. Поэтому, ребят, для того, чтобы найти человека, используйте методологию. Она будет под этим видео. Также к учебной программе мы приложим дополнительные учебные материалы по поиску человека. И смотрите следующее видео. Оно даст вам именно практические советы по поиску человека и выстраиванию именно взаимоотношений и системы оплаты труда с ним. Ребят, спасибо большое за то, что просмотрели этот урок. Дайте, пожалуйста, на него обратную связь. Скачивайте методологию. И если у вас останутся вопросы, пишите нам в консультацию. Мы поможем вам разобраться с вопросом найма персонала. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok